Около 9 миллионов красноармейцев потерял СССР в Великую Отечественную войну. Это официальные данные. Но каковы реальные военные потери, до сих пор неизвестно. Некоторые аналитики утверждают, вдвое больше. Но никто не может назвать точное число пропавших без вести. Анализ региональных книг памяти свидетельствует о том, что речь идет о миллионах. И сегодня, спустя 78 лет после Великой Победы, во многих семьях до сих пор ждут своего невернувшегося солдата. И в этом наш код памяти. В годы Великой Отечественной войны незахороненных воинов не учитывали. Не было такой службы. Они до сих пор лежат в засыпанных окопах на своем последнем поле боя. Но благодаря огромной гуманитарной работе, которую проводит Могилевский клуб Викру, количество без вести пропавших уменьшается. Кстати, этот единственный в Беларуси поисковый клуб объединил поисковиков разных возрастов. Пропавших без вести бойцов они ищут в архивах и совместно со спецбатальоном Вооруженных сил Беларуси в полевых экспедициях на местах сражений. Память зовет на поиск солдат, которые не смогли увидеть утро Победы. Ведь их спустя столько лет все еще ждут дома. Эти женщины приехали в Могилев за 2500 километров из Челябинской области. Приехали, как только узнали, что здесь нашли их родного дядю. Я только что по потолку не бегала. Вот так я была... Ну как сказать, что хотя бы нашелся. Где он? Несколько лет назад викрувцы во время экспедиции в Славгородский район вместе с останками солдата нашли медальон. Тогда его прочесть не удалось. Чернила полностью выцвели. Но сейчас появились новые технологии. Решили попробовать еще раз этот медальон отсканировать. Но уже на свежем современном сканере. И вот этот момент принесла нам большой сюрприз. Мы отправили скан в лабораторию солдатский медальон. Ребята там посмотрели и вытянули, кажется, из ничего, из волокон. Николай Гриненко погиб 20-летним. И ровно в годовщину столетия со дня рождения вернулся домой из списков пропавших без вести. Открытие 29-го сезона вахты памяти поискового клуба Викру началось на Лучицкой высоте у Кургана, который венчает символическая легендарная фигура славянского гуслира Баяна, восславляющего подвиг воинов-героев. В поиске без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны принимают участие около 50 человек из Беларуси и России. Мой дед Каламиченко Иван Дмитриевич начинал войну также с Могилевской области под Новым Быхом. Прошел всю войну, дошел до Берлина, брал Берлин, освобождал Прагу. Приехал с целью восстановления боевого пути обоих своих дедов. Один из моих дедов воевал в Чаовском районе, в 149-й Рославльской дивизии. Второй дед принял первый бой именно на Лучицкой высоте здесь. С февраля 1944 года на Лучицкой высоте шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси. С началом наступательной операции «Багратион» советские войска овладели высотой, которую долгое время удерживали силы вермахта. Истории известны стрелковые батальоны дивизии, воевавшие здесь в 44-м. А вот в обороне Днепровского рубежа еще много неизвестных страниц, раскрыть которые помогает именно поисковая экспедиция. Как следует из практики тех, которых мы установили, именно здесь занимала оборону 148-я стрелковая дивизия 45-го корпуса генерала Морона. В середине июля одно из подразделений этой дивизии, пока не установлено, какой полк, вместе со штабом 45-го стрелкового корпуса Морона попало в окружение. Историки говорят, прорывая окружение, в 1941-м здесь шли ожесточенные бои в течение трех дней. Вот первое место раскопок. В окопе лежит без вести пропавший воин. И огромная удача. Поисковики Александр Юрчин и Александр Рудский нашли медальон. Вот-вот точнее. Да, есть что-то. Ну-ка, 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 вот оно. Посмотрите, может, он? Да, очень похож. Ну, поздравляю. На ранний железный. Металлический медальон. Металлический. Металлический медальон редко можно прочитать, говорят поисковики. Но здесь есть надежда. Он хорошо сохранился. Волнение, конечно. Дай Бог, чтобы его прочитали. У меня это третий. Третий медальон, но один мы прочитали. Он был просто не с бойцом найден. Мы его раскрыли. И потом, пробив по базе, оказалось, что это уроженец Гомельской области. И он остался жив после войны. В этом окопе вместе со взрослыми работают школьники и студенты. В этой экспедиции участвуют школьники и студенты молодежного отряда Т-34. Взрослые обычно работают в роскопе, поднимают бойцов. В задачу молодежи входит перебор земли, песка, набровки в поисках останков, которые, возможно, были пропущены. Мой прапрадед Халик Емельян Иванович участвовал в одной из известных операций Великой Отечественной войны «Багратион» в 1944 году. Он освобождал Беларусь и пропал без вести в районе Витебска в Болотах. Я понимаю, что найти его шанс очень мал, но одновременно я хочу, чтобы я помог одновременно и другим родственникам найти своих пропавших без вести солдат. Никита и его друзья стали свидетелями, как поисковик Станислав Коломиченко поднял медальон. Очень редкий, деревянный. Это деталь от советского противогаза. Солдата могли использовать как хранение вкладыша медальона, не исключаю. Потому мы его пакуем и передаем экспертам. В день открытия экспедиции тульские поисковики передали важный для викрувцев материал – архивные схемы захоронения погибших воинов. Чтобы найти подобные документы, потребовалась долгая и кропотливая работа в архивах. Эти материалы важны и ценны тем, что это первичные места захоронений солдат Красной Армии, погибших здесь у нас в Быховском, Могилевском, Славгородском районах, возможно Чауском. Мы еще не знаем, будем изучать этот массив. За 80 лет эти места сильно изменились. Где были окопы, там сейчас поля, леса, возможно и болото. Но современные технологии помогут поисковикам вернуть домой еще ни одного солдата из списков пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Спустя месяц после раскопок удалось прочесть еще один медальон. Это Павленко Митрофан, 1911 года рождения, из Полтавской области. Викрувцы отправили электронное письмо в поисковый отряд Украины, чтобы найти родных красноармейца, которые в годы Великой Отечественной войны получили похоронку, как о пропавшем без вести. Поисковое движение – важнейший инструмент формирования и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Отрадно, что в этом движении участвует и молодежь. С 1994 года за время существования областного клуба Викрув подняли из земли останки 1667 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и числящихся пропавшими без вести. По медальонам и личным вещам удалось установить 140 имен воинов и передать этот код памяти потомкам. Редактор субтитров А.Семкин